Всем привет-привет дорогие друзья, с вами на связи снова Влад и в этом видео мы поговорим о тех нововведениях в PHP 8 Да, наконец-то вышел уже долгожданный PHP 8, может для кого-то долгожданный, для кого-то нет Вот, и соответственно я буду говорить не о всех нововведениях, а только о тех, которые я в принципе буду использовать в своих проектах Потому что есть такие нововведения, которые я даже не то что не понимаю, я даже не сталкивался с антифункционалом данного языка Вот, но все же это видео будет полезно конкретно для вас, для тебя Перед просмотром видео с вас лайк и подписка на канал, любой комментарий, любой вопрос задавайте, с удовольствием буду отвечать Итак, PHP 8, значит, мы можем прочитать про все нововведения на официальном сайте PHP, php.net Вот, соответственно, давайте пройдемся по синтаксису Значит, первое нововведение это именованные аргументы Что это значит? У нас, во-первых, здесь очень круто сделано, сразу есть уже примеры Значит, раньше, когда у нас была функция какая-то, да, у нее, допустим, есть у нас функция У нее передаются аргументы, соответственно, и порядок этих аргументов важен И даже если нам не нужно передавать значение какого-либо из аргументов, да, допустим, у нас есть функции аргумент Например, функция машина, да, у нее есть аргументы, соответственно, ну, цвет, модель и, я не знаю, год выпуска Да, вот, соответственно, вам нужно обязательно указать все эти аргументы и обязательно в таком порядке Соответственно, вы указываете цвет, допустим, модель, а год выпуска вы не знаете Либо вы не хотите передавать, но вам все равно нужно указать хотя бы там ну Вот, соответственно, теперь это поправили Теперь вы можете задавать в любом порядке Вот здесь приводится пример именованного аргумента, да То есть, что аргумент называется double encode и мы передаем значение false Вот, тем более пишется, что порядок аргументов не важен, аргументы самодокументируемы То есть, это очень удобно на самом деле, в других языках такое есть Круто, что PHP развивается и для нас, как для программистов, это очень круто Хорошо, дальше Значит, дальше у нас идут атрибуты и, в принципе, этот пункт я не вижу смысла рассматривать Потому что, во-первых, здесь четкий пример Да, во-вторых, это не очень часто используется То есть, вместо аннотации PHP-док вы можете использовать структурные метаданные с нативным синдексом PHP Честно говоря, я даже этим не пользовался Я посмотрел там, что это такое Но, кому интересно, может заглянуть Далее, объявление свойств в конструкторе Это очень крутая фишка Потому что раньше у нас есть класс, допустим, point И мы создаем три свойства публичных В данном случае это float, свойства То есть, x, y и z Это три свойства нашего класса Соответственно, когда мы передаем эти свойства в конструкторе Мы должны обязательно здесь указать, что мы их принимаем То есть, и, соответственно, если у нас какое-то из свойств отсутствует У него есть значение по умолчанию И дальше мы вот этим вот свойствам, которые у нас существуют уже в классе Мы присваиваем вот эти вот переданные параметры Вот, соответственно, параметры либо аргументы Я, кстати, всегда путаюсь вот в этих понятиях Прошу людей Я всегда путаюсь и прошу вас Найти различие, что В чем различие между параметром и аргументом функции Там метода, не важно И написать, конечно же, в комментарии Значит, и, соответственно, мы уже только здесь вот присваиваем Нашим свойствам, нашим полям значение из конструктора Потому что вот значение помещается в эти переменные А в новом синтаксе CPHP Это делается намного проще Намного меньше строк нужно Мы просто в конструкторе сразу объявляем Пишем паблик, там, название свойства Значение по умолчанию, если оно не будет передано Вот, соответственно, и все Нам не нужно дополнительно вот этой вот штуки делать То есть меньше шаблонного кода для определения инициализации свойств У нас автоматически вот эти вот все три свойства X, Y, Z Будут доступны для вызова в данном классе и в классах наследников Вот Ну и, конечно же, за пределами данного класса Когда из класса создается объект Отлично Это вообще крутая фишка И вообще круто-круто-круто Мне нравятся вот те усовершенствования Усовершенствования данного языка Поэтому будем использовать Значит, Union Types Здесь, в принципе, тоже такая штука Которую я, например, использую редко Даже не то, что использую редко Мне кажется, я ее ни разу не использовал Поэтому это я пропускаю Кому нужно, он посмотрит Выражение ma Match Вот это вот интересная штука Потому что у нас есть такая конструкция Как Switch Case Вот, соответственно Те люди, которые знают PHP Они знают, что Это функция Это конструкция Она, соответственно, она в соответствии от того, который передается сюда параметр Делает нужный кейс нам То есть мы передали 8.0 И у нас выведется вот это О, точнее, вот это вот Да Почему? Потому что в PHP 7 строка 8.0 И вот значение 8.0 это идентичные параметры Поэтому так и будет Как ни странно Да Вот, соответственно И мы видим, сколько нужно написать кода Для Switch Case А потом еще нужно вывести результат Потому что У нас все сохраняется в переменную result В PHP 8 пришла вот такая конструкция Которая называется Match То есть мы тоже проверяем, что у нас передается Но теперь Соответственно Нам выведет 8.0 Вот здесь вот Уже В PHP 8 более Сделали лучшую типизацию данных Да И, соответственно, у нас строка 8.0 Не равно Просто Соответственно Числу 8.0 Вот Поэтому нам выведется вот эта вот строка И вы видите, как можно просто сразу Эко писать Выводить конструкцию Match То есть здесь Фигурные скобки И, соответственно, как Это все делается, как Хэштаблица Забыл слово другое Ассоциативный массив Вот И, соответственно, нам выведется то, что я и ожидал То есть Улучшили Сделали конструкцию Match Добавили Которая намного удобнее, чем Switch Вот И Соответственно Сделали лучшую типизацию данных Да, что у нас теперь строка и число Это уже немножко PHP понимает Вот, соответственно, вы здесь можете это тоже прочитать Хорошо Оператор Нолл Сейв Это такая штука Вот здесь можно, кстати, прочитать Не буду даже заострять внимание Потому что Это тоже достаточно удобно Когда мы вызываем Какие-то там методы Либо Что-то еще Да То есть Мы пишем вот такую вот конструкцию И если Вот вы можете использовать последовательность вызова с новым оператором Ноллсайф Когда один из элементов последовательности возвращает нолл Да, допустим Вот здесь юзер Вернул Возвращает нолл Да Сразу здесь прерывается выполнение И вот Вся вот эта вот цепочка возвращает В кантри попадает нолл Вот то есть тоже для удобства такую штуку сделали Что очень даже хорошо Значит Улучшенное сравнение строк и чисел Теперь мы видим, да Что у нас раньше Строка преобразовывалась в число То есть в PHP 7 там ниже Да Фубар Если мы сравнивались с Целочисленным типом данных В данном случае, да То у нас строка преобразовывалась В число Естественно Эта строка Равно Нуль Нол Ноль Вот И соответственно Ноль Равняется ноль Да, это истина PHP 8 нет Теперь Строка Это строка Она не будет преобразовываться Ноль Это ноль Соответственно Такой результат будет возвращать Фолт То есть написано При сравнении с числовой строкой PHP 8 использует сравнение чисел В противном случае Переобразуется В строку И используется сравнение строк Вот Значит Здесь еще добавили ошибки Согласованности типов Для встроенных функций Да То есть Большинство встроенных внутренних функций Теперь выбрасывает Срещение Error Если при проверке параметра Возникает ошибка То есть Если параметр У нас Значит Передан параметр функцию Да И Соответственно Он неверного типа То у нас будет Вылетать ошибка Что Вы Параметр Сделали не того Типа Который Ожидается В данной функции Что очень Конечно же Хорошо PHP шагает Тоже в сторону Непосредственно Жесткой типизации данных Вот Поэтому Я думаю Это круто Потому что Нам Как Девелоперам Нам Как разработчикам Нужно знать Как работает компьютер Да И нам нужно знать Сколько памяти На что выделяется И так далее Поэтому Мы должны Эти нюансы Все учитывать Пока что Конечно же PHP Это делает За нас Но Когда Есть полный Контроль Так как В Java Либо Все Плюс Плюс Над Всеми Типами Данных То это же Конечно Намного Лучше Потому что Тогда И ваша Программа Будет работать Быстрее Хорошо Вот такие Вот Нововведения По синтаксу Вы еще можете Прочитать Вот здесь Вот Еще что Мне запомнилось Это Классные Функции Это Эстерик Функция Экстер Контейнс Значит Так У меня что-то Не грузит Интернет Эстер Старт Уитс Эстер Энд Уитс Уитс Соответственно Эти функции Они очень Упрощают работу Потому что До этого Нам нужно Было Искать Что-то Там Под строку С какой С какой Позиции Она Начинается Что-то Еще В этих Функциях Все просто Да Вы указываете Вот если Откроется Не открывается Почему-то Что-то С Соответственно Если Например Эстер Контейнс Там Если не ошибаюсь Два параметра Да Один параметр Вы указываете Строку В которой Вы ищите Что-то Да Например Строка Hello World А вторым Параметром Да Вы указываете Что вы ищите Например World И соответственно Вам Будет возвращено Не помню Что там возвращается Но очень простой Синтексис И суть в том Что это реально Круто Работает Очень просто Вот Дальше Компиляция Just in time JIT компиляция Вот здесь вот Есть Примеры Теста Вы можете Это посмотреть Что такое Компилятор Что такое Интерпретатор Те люди Которые из вас Не знают О чем идет Речь Вот Что такое JIT компиляция Я думаю Не будет Всем очень Прям интересно Я в этой теме Тоже так На поверхности Плаваю Но Тем кому интересно Что такое Компиляция Интерпретация Да Можете написать В комментариях И я запишу Конечно же Обязательно Видео Для таких людей Потому что Это круто Это нужно Знать вам Как Разработчик В принципе На этом Все Значит Вы можете Почитать Дополнительные Улучшения Как вы Но я Точно И которые Будут Использовать Мне кажется Все Практически Разработчики В своей работе Вот Именно Это Эту Квитэссенцию В данном Видео Я вам И Рассказал На этом Все Надеюсь Надеюсь В данное Видео Было Полезно Интересно Обновляйтесь До PHP 8 Пробуйте Новые Функции С вами На связи Был Влад Кода Вам Без Багов И До Встречи В Следующих Уроках Продолжение следует